МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ольга, Алексей, здравствуйте! Добрый день! Форум «Команда-29» проходит уже в девятый раз, и за это время он, можно сказать, с уверенностью стал главной площадкой для общения молодежи и выработки новых идей и инициатив. Каким он будет в этом году? Форум «Команда-29» ежегодно собирает молодежь, которым не безразлична судьба в нашей Архангельской области. По итогам прошлого года мы провели аналитическую работу. Также в этом году молодежный центр являлся соорганизатором и оператором федерального молодежного форума «Арктика, сделанного в России», который проходил на территории лыжного стадиона. И совместно с Управлением по делам молодежи и патриотическому воспитанию было принято решение о смене концепции. Будут созданы проектные команды для решения кейсов. Эти кейсы — реальные проблемы муниципалитетов и региона. Преимущество метода кейсов заключается в том, что молодые ребята разработают проекты, которые действительно важны нашей Архангельской области. В этом году сама концепция «Команд-29» подразумевает под собой три блока. Это инфраструктура, то есть улучшение ее в детском оздоровительном лагере «Орленок». Второй блок — это культурно-массовые мероприятия, которые будут делать молодежь Онежского района. Для них это будет действительно серьезный стимул и развитие на дальнейшее. И достаточно серьезный образовательный блок, в котором нам помогает Ольга. Да, в этот раз действительно корпорация развития Архангельской области подключилась к формированию нового подхода к образовательной программе. И прежде всего мы учитывали те тренды, которые есть на федеральном уровне. Это проектный подход к решению тех проблем и вызовов, с которыми сталкивается муниципалитет, регион, любая организация. Ну и наша задача вместе с Молодежным центром — создать такую среду для вновь пребывающих молодых ребят, которые готовы вокруг себя что-то менять, предлагать решения и непосредственно принимать участие в реализации этих решений, но в интересах тех организаций, органов власти и муниципалитетов, которые заинтересованы решать как раз свои проблемы и вызовы. Вы упомянули про форму «Арктика», сделанную в России, который прошел в конце марта на территории лыжного стадиона в Малых Карелах. И для этого мероприятия Архангельская область готовила как раз колоссальный объем информации. Вы говорите, что эти молодые люди, которые соберутся в августе в Онеге, будут решать конкретные задачи, которые смогут же делать жизнь в Архангельской области лучше. Какие это задачи? Скажите. Действительно, как Алексей отметил, это проектные кейсы. Слово «кейс» достаточно сложно, но это как раз обозначает ту проблему или тот вызов, с которым сталкивается определенная организация. В этот раз с нами собрано 12 вот этих кейсов, над которыми будет работать проектная команда из числа как раз участников молодежного форума. Тематика этих кейсов продиктована непосредственно теми партнерами, с которыми мы выстраиваем эту образовательную программу. Это и проблемы, связанные с созданием более комфортной городской среды для моногорода Онеги, среды, которая могла бы быть привлекательна не только для жителей города, но и для гостей, для туристов. Это и очень технологичные кейсы, которые направлены на то, чтобы ребята могли предложить новые банковские сервисы и продукты для семей и путешественников, новые каналы продвижения государственных услуг. Это и возможность ребят увидеть на то, каким должна выглядеть стратегия инновационного развития Архангельской области, как сделать так, чтобы медицинские научные разработки, которые разрабатываются непосредственно в стенах нашего ключевого медицинского университета, могли бы быть превращены в жизнь и могли бы быть скоммерциализированы, на основе которых можно было бы построить свой собственный бизнес, даже тем же не самым участникам, которые будут участвовать у нас на форуме. Поэтому палитра тем, с которыми ребята будут работать в течение не только 3-4 дней непосредственно на самой площадке форума в Онеге, но и в рамках той предварительной работы, которой им придется произвести, аналитической работы, подготовки и изучения непосредственно материалов, общения и проведения определенных опросов на своих территориях. То есть того массива подготовительной работы, с которой они приедут уже, погрузившись в проектные команды, в сопровождении с модераторами, с участием экспертов и представителей со стороны заказчиков, работая над тем или иным проектным решением, с которым они выйдут уже и представят достаточно широкая комиссия. Это будет 15 августа, с участием губернатора Арктической области, членов правительства, руководителей муниципалитетов, которые непосредственно заинтересованы в этих проектных решениях, но и тех организаций и партнер, которые мы привлекли. При подготовке к форуму Арктика, сделанной в России, был колоссальный отбор. Ребята проходили собеседование, как отбирают в команду 29. В этом году отбор такой же, серьезный. Получается, на данный момент у нас заявлено порядка 130 участников, уже сделали заявку. Все это идет через АИС, систему специализированного Росмолодежи. Дальше у нас идет выгрузка данных, мы обрабатываем данных ребят, высылаем им домашнее задание. После того, как они подготовят домашнее задание, мы его проверяем и в дальнейшем с ними проводят собеседование, те, кто прошел отбор. И уже после этого он является участником данного форума. Ну, каким нужно быть, чтобы стать членом команды 29? Это возраст, это пол, это может быть род занятий, образование. По каким критериям отбираются? Это может быть мальчик, это может быть девочка. Возраст от 18 до 30 лет. Обязательно креативный, обязательно амбициозный. И обязательно человек, который желает что-то сделать для нашей области. При этом не просто сделать, но еще и изменить к лучшему то, что есть вокруг себя. И при этом мы не ставим абсолютно ограничений с точки зрения навыков и компетенций. На любой площадке, в любом проектном кейсе нам нужны будут и специалисты в области информационных технологий, маркетологи, экономисты, юристы, и те, кто непосредственно занимаются с медицинскими разработками. И просто люди, которые могут по-новому, креативно, инновационно взглянуть на вроде бы обыденную проблему, на обыденный вопрос, но предложить свое решение и быть готовым принимать участие в реализации этого решения. Форум стартует 11 августа. Вот сейчас еще можно успеть подать заявку и оказаться среди участников? Заявки принимаются до 10 июля. Все возможно, все в ваших руках. Вот если возвращаться опять-таки к истории, 8 лет это солидный такой срок для молодежного проекта, который вот из года в год растет, крепнет и развивается. Вот обобщенный итог какой-то есть? Вот уже 8 лет молодежь предлагает разные идеи. Вот самые яркие какие-то, реализованные, можете назвать? Я могу назвать самые яркие события прошлого года. Это и фестиваль Urban Challenge, который проходил у нас в августе на Красной пристани, который собрал более 5000 человек. То есть мы его в рамках команд 29. Также театральное представление Граф Орлов, которое проходило в Приморском районе. Еще один хороший вариант – это изменение облика набережной в районе Попова, улицы Попова. На данный момент там нашлись партнеры, все это поддержано мэрией, согласованы эскизы. И, в общем-то, ребята сейчас все это реализуют. Надеюсь, они успеют к августу все это сделать. Я так понимаю, это вот та самая интересная конструкция деревянная, для которой собирают добровольцев на строительство. Все правильно. Еще очень важный момент. Вот 29. Наш регион в этом году отмечает 80-летие. И вот вы упоминали про туризм. Очень хочется узнать, будет ли расширяться география, и отойдем ли мы от Архангельска куда-нибудь подальше? Будут ли в приоритете проекты с туристическими маршрутами по всей нашей огромной области? Ну, туристические идеи. И одна из площадок как раз будет посвящена разработке новых туристических продуктов, сервисов и маршрутов, и событий для Архангельской области. Здесь, конечно же, нет ограничений на какой-то один униципалитет. То есть здесь мы ожидаем от молодежи их видения того, как либо взаимовязать, либо закольцевать несколько муниципальных образований, либо предложить то событие, которое будет не только привлекать жителей с любой точки с Архангельской области, а прежде всего будет работать на привлечение туристов и гостей из других регионов России, а может быть из-за рубежа. В этом году форум также имеет статус не только регионального, но за счет участия еще и представителей федеральных институтов развития, также и статус софедерального масштаба. Мы рассчитываем, что те проекты, которые родятся по итогам форума в рамках вот этих 12 проектных кейсов, мы сможем заявить для привлечения уже ресурсов со стороны не только региональных, но и федеральных институтов развития, для тех наших партнеров, с которыми корпорация развития Архангельской области уже выстроила достаточно тесные и плотные взаимоотношения. Действительно, поле ресурсов, оно широкое, и здесь мы хотим, во-первых, привлечь в рамках форума внимание молодежи к тем вызовам и проблемам, которые реально существуют, где востребован, наверное, новый взгляд молодежи, несмотря на то, что с этими проблемами и вызовами работают и чиновники, и предприниматели, и университеты, и в том числе привлечь на эти проектные решения как раз те ресурсы, на которые мы ранее не могли заявиться. Здесь в этом есть все возможности, главное только предложить очень нестандартное, креативное проектное решение, к которому можно обратить внимание не только ресурсодержателей со стороны федерального центра, но еще правильно отпозиционировать Архангельскую область на федеральном уровне, показав, что да, здесь активная среда, экосистема, здесь активная молодежь, способная включаться в системные изменения, включаться в решение тех вызовов и проблем, которые нужны и власти, и региону в целом. Наверное, еще хотел бы добавить, что для молодых ребят со всей области это будет хорошая реальная школа, учеба проектному управлению, то есть то, что до этого мы не давали. И в этом году, согласно концепции, форум «Команда-29» — это старт. Если брать прошлые годы, на данном форуме подводились все итоги. Различных мероприятий, различных конкурсов награждались. В этом году это старт мероприятий молодежного центра, управления по делам молодежи. Все эти мероприятия мы будем закольцовывать. То есть те проектные команды, которые достаточно серьезно представят свои итоги, результаты своей работы, которые будут оценены на высоком уровне, они продолжат работу. И уже доработанные кейсы они смогут представить на следующем форуме. Это форум работающей молодежи, который будет проходить на базе АЦБК. И вполне возможно и финансирование, и стажировки в крупных компаниях, и в органах власти для этих ребят. Ну что, готовимся к старту. Ольга, Алексей, спасибо огромное за интересную беседу. Правда, захотелось стать частью команды «29». Спасибо, и все возможно. Главное, регистрируйтесь до 10 июля. Спасибо. Напомню, сегодня нашими гостями стали заместитель генерального директора корпорации развития Архангельской области Ольга Горелова и директор молодежного центра Архангельской области Алексей Челебанов. Редактор субтитров А.Семкин